Если мы вчера говорили о сне, то сегодня я бы хотел вам просто обратить ваше внимание на воду. Попробуйте с этого дня осознанно поддерживать водный баланс в организме. Вот я, например, в последнее время стараюсь пользоваться программой Water Balance. Я вам здесь положил ссылочку на Apple Store. Не знаю, не умею пользоваться Google андроидами, поэтому, ребята, у кого андроиды, ищите сами. Но походу я думаю, что она есть и, наверное, в формате андроида. Итак, Water Balance. Очень простая программа, которая позволяет, там человечек нарисован, не положил вам сюда картинку, но вот держу сейчас в руках телефон, добавил сейчас, вот утром встал, выпил стакан воды, сейчас добавлю, выпил еще один стакан воды, 200 грамм, и вот сейчас сижу, чай попиваю. Вот поэтому чай, он немножко мне отменит количество. Поэтому обращайте внимание, скачайте Water Balance, и вам будет понятно, что у вас происходит с водой. Вообще, знаете, разные техники связывают с водой очень много позитивного. И с точки зрения водных процедур, но мы сейчас не об этом. С точки зрения воды, стресс, можно пить больше воды, вы устали, пейте больше воды. То есть, на самом деле, вода такая уникальная штука, которая помогает вам двигаться в области здорового питания, здоровой жизни и вообще ощущать себя комфортно. Вот просто маленьких два правила. Каждое утро пьем стакан воды натощак, очень полезно, и регулируем уровень воды в организме с помощью приложения, любым другим для вас удобным способом. Может быть, вам удобнее это делать как-то по-другому. Ищите свои, если найдете, делитесь с нами, или кто пользует другое приложение, тоже делитесь с нами в нашей группе. Отдых. Как ни странно, мы вот говорим о таких базовых вещах. Вместо того, чтобы как бы нагнетать ситуацию, мы пытаемся разобраться о том, собственно говоря, что нам нужно сделать. Нам очень важен ритмичный отдых во время дня. Вот я вчера, например, заработал себе штраф, потому что не смог выделить 30 минут на послеобеденный сон. Вроде все было правильно запланировано, но не успел. Хотя бы, да? И в машине поспать, и где-нибудь еще там. В общем, находите возможности для отдыха. Самое главное распределять, вот помните, как в школе, да, самое простое. 45 минут работаем, 5 минут перерыв. Или в институте. Даже в трудовом кодексе, в трудовом законодательстве есть пункт, который обязывает работодателя предоставлять 5-10 минутные перерывы для того, чтобы люди могли немного отдохнуть. Итак, собственно говоря, о чем бы мне хотелось, ну, как мы, собственно говоря, отдыхаем? Ответлись на интернет, позвонил кто-то знакомый, выпил чашечку кофе или пошел курить. Нет, все надо делать не так. Надо, во-первых, планировать отдых. И, безусловно, вот сейчас я вам расскажу о нескольких принципах. Поэтому переходим, углубляемся в некую теорию и принципы отдыха. Планируем отдых, ставим себе будильники, напоминалки, что надо прерваться. Да, понятно, что прерывание от одной работы к другой требует от нас некого переключения внимания. Но постарайтесь вот чувствовать, что вы уже, вот вам нужен отдых или что-то вот вы чем-то работаете. Вот я вчера старался каждый час там где-то прерываться, хотя бы там пройтись, посмотреть в окно, покрутить педали на каком-то там, на тренажере, что-то еще. В общем, 5 минут. Если работаете больше, ну там старайтесь как-то увеличивать этот промежуток времени. Ну и, соответственно, ориентируйтесь на себя. В первую очередь, максимально, вот ритм, вы выдерживаете этот ритм час-полтора и небольшой перерыв. Принцип отдыха – переключение. Важный момент, вот я вот, например, опять же вспоминаю последние годы, когда работал в банке, обязательно выходить на улицу, смена обстановки, просто по коридору пройтись для того, чтобы как-то немного сменить обстановку. Вот знаете, такие простые вещи. Нет возможности выйти на улицу по коридору, общались с людьми, побудьте в одиночестве, анализировали цифры, поболтайте о чем-нибудь веселом. Собственно говоря, ищите в себе те ключи, которые помогут вам выбрать для вас наиболее комфортный отдых. Ну и помните, наш великий поэт Владимир Маяковский сказал такое прекрасное стихотворение. Товарищи, запомни, правило простое – работаешь сидя, отдыхаешь. Сегодня мы заводим с вами ежедневный журнал «Успеха», который мы будем публиковать в нашей группе. Что это значит? Журнал «Успеха» – это то, что вы сделали прям, знаете, как подвиг, прям что-то такое особенное, что вот сегодня вы там, не знаю, вспомните, как тот фильм, о чем говорят мужчины, старушку через дорогу перевел. Так вот, какой журнал «Успеха» у вас? Но меня интересует и всех нас, собственно говоря, интересует ваш журнал «Успеха» из тех целей, которые вы себе поставили. Поэтому сейчас я вам объясню, что значит, ну, дата понятна, успешные дела понятны, оценка баллов сейчас будет следующей. Итак, собственно говоря, что такое оценка? Мы с вами в журнал «Успеха» вносим… Вот вообще мы сегодня все дела, начиная с сегодняшнего дня, у нас будет еще одна добавилась отчетность. То есть у нас есть распорядок дня и план дня или как у нас анализ, аналитика дня. Вот, теперь мы добавим еще журнал «Успеха» отдельный, где вы прямо себе расписываете, а там какой вы замечательный. И в распорядке дня вы ставите напротив каждого выполненного вами дела оценку пятибалльной российской школьной системы. Соответственно, выполняете… Ну, я бы хотел, чтобы вы выполнили там… Ну, понятно, что двойки, тройки вы будете у себя отрабатывать потом в другом отчете, где пишите «почему» и там на штрафы нарваться. Но вот хотелось бы, чтобы вы для пряника оценивали дела 4, 4 с плюсом, 5 или 5 с плюсом, которые вы считаете. А в журнал «Успеха» заносим дела только, которые 5 с плюсом. Соответственно, на каждую оценку будем начислять себе бонусы. Поэтому это вот, ну, важная такая штука. Мы вчера начисляли систему штрафов, а сегодня будем начислять систему бонусов. Так вот, смотрите, за это я вас все подумал. Ваше будет только наполнение. И от вас сегодня мы будем ждать наполнение системы бонусов. Итак, четверка – это 100 очков, 4 с плюсом – 150, пятерка – это 200 очков, 5 с плюсом – 250 очков. Но только за то, что вы уже сейчас здесь на тренинге, за каждый день я вам разрешаю поставить по 5 с плюсом, потому что вы просто уникальные люди. Спасибо вам за это. Итак, мы ставим в распорядке дня напротив каждого пункта оценку по 5-балльной системе. Двойки, единицы, колы, двойки, тройки идут в штрафы, четверки и пятерки идут в бонусы. Значит, соответственно, вот я вам сейчас расскажу отличную историю, закончу с этим и расскажу. Значит, соответственно, с этим у нас, например, там, ну, зарядка. Поставишь себе там так хорошо поделал, поставил себе четверку. Значит, четверка у нас с вами – это 100, 100 бонусов. А бонусы в течение дня суммируются, и ваша задача – придумать себе такую, такое личное вознаграждение, которое позволяет вам мотивировать себя на достижение этих результатов. Например, вы набрали тысячу очков, вы можете посмотреть там какое-нибудь кино на русском языке, статкорн, без штрафа. Кстати, слушание русского телевизора, слушание русской музыки – это все штрафуется. То есть это все, если мы чего-то там не выполняем. Учтите, что отсутствие учета воды или там отсутствие отдыха – это все попадает в систему штрафов. Набрали пять тысяч очков, например, там что-то можно нарушить, диету, плюс бокал мартини без штрафа. Ну, 10 тысяч – это себе пойти купить что-нибудь. Тем более про купить мы будем говорить следующие наши темы. Итак, друзья, значит, ваша цель сегодня, ваше третье домашнее задание, которое вы пишете в группе под своей фотографией – это ваша система вознаграждения. Вот как вы считаете, вот проанализируйте вчерашний день, возьмите распорядок дня, поставьте свои оценки, посчитайте баллы, сколько у вас получается. И вот такие мотивирующие достижения там, вот, они будут описаны в виде ваших бонусов самим себе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!